всем привет дорогие подписчики и зрители канала с вами локи и мы продолжаем карьеру за алекса хантера фифа 18 на старый сезон и в прошлой серии у нас произошел просто безумнейший трансфер на последних часах открытие трансферного окна мы залетели в galaxy опрокинул нас наш агент с трансфером мадридский реал оказалось что все это было просто так скажем лохотроном в который может быть наш агент сам не верил хотел он конечно провести трансфер для того чтобы приподняться в глазах других но но не подумал о карьере хантера в итоге нам позвонил отец и с его помощью мы оказались в млс будем смотреть что ждет нас дальше вы поддержите все это дело своим лайком набираем больше тысяч лайков для следующей серии но и также не забывайте подписываться на канал если вы здесь впервые заглядывать наш телеграм там анонсы выхода серии уведомления о стримах новости все под рукой ну и также заходите на мой второй канал с прохождениями название фандом лига и все ссылочки есть закрепленном комментарии ну а мы продолжаем нас позвал тириан рим на вечеринку вечеринка видимо с большим количеством футболистов из млс но может быть и не только футболисты там нам показывали и баскетболистов которые тоже во всей этой движухи участвуют в общем много знакомых много друзей а вот краски и тириан ри который нас сюда позвал вот как раз очень как-то странно скипнулась заставка мне казалось что все должно быть подольше но ладно все следим за алексом хантерами в том числе я с учетом разницы во времени алекс hunter я буду спать когда ты будешь играть но наверное так оно и лучше надеюсь дебюте ты врежешь по полной покажи млс что умеют хантеры это нам отец пишет так у нас персонализации снова есть что-то новенькое есть во внешнем виде новая татуировка на правую руку да вот такой вот ночной олень ну и также у нас скорее всего опять какие нибудь новые бутсы да так есть вот такие вот зеленые да то что есть какие нибудь беленькие я бы в белых поиграл сейчас посмотрим если здесь что-то такое есть вот такие вот серебряные даем так 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 камуфляж ну-ка ну такой себе вот эти как тоже слишком простые да давайте поставим вот эти красные почему бы и нет красные с черным и у нас как я понимаю сейчас будет дебютный матч дебютный матч против портланда мы в стартовом составе вurable было надеюсь excessивне си снисов Database ну да вайфер NPC вкоприnis о о я же я перегон у меня сом 0 0 0 нас заставляет на скамеечке запасных поскольку мы сейчас командой не тренировались но знаете что самое интересное у нас почти у всего состава плохой настрой и самое что интересное наш главный тренер узнаете как будто учитель по йоге он тут устраивал какую-то медитацию перед началом матча ну посмотрим мы начинаем со скамеечки запасных кто это у нас тут я слышал ты вчера тусил то совсем не так ты хороший игрок но если дальше продал в таком же духе это станет проблемой я думал он вообще не разговаривает потому что он помните тогда по видеосвязи молчал в раздевалке молчал и вот только сейчас решил что-то сказать нас приветствует весьма неплохо мы занимаем место на скамеечке запасных и ждем своего шанса атака соперника удар выше а вот уже наша атака и снова мяч выпадает по моему в перекладину команды уходят на перерыв интересно когда нас выпустят это уже второй тайм и у нас нули нули на футбольном поле подачи ну же забить вратарь спасает болельщики ждут гола как от одной так и от другой команды хорошая передача на ход ну же это штрафной и это ребята замена может быть это шанс для алекса хантера нас то и взяли потому что много футболистов атаки было травмировано ух мурашки пошли по коже ребята дебют в млс мы появляемся на поле создать минимум два момента впечатлить шефа ну а если мы выиграем то это будет совсем здорово двадцать девятый номер до сантос и зарда здесь вдвоем и говорят давай-ка дадим парню пробить давай поехали да мы забивали на представление футболиста но ребята тогда это было не во время матча тогда это было не со стенкой такой и не с вратарем ну хантер сейчас или никогда разбег удар мяч вообще полетел не так как я хотел ударить обидно вот чем ты фа меня всегда удивляла на разминке на тренировке ты штрафные всегда забиваешь а во время матча как будто там знаете какая-то атмосфера другая и мяч постоянно летит не туда куда бы ты хотел его послать пошла подача давай давай вратарь быстрее уходит от соперника хантер нет все таки его накрыли а почему из партнеров никто не помогает у меня вот один есть такой вопрос почему один хантер пытается мяч отнять здорово бежать хантер бежать как же они его догоняют а и нет пенальти опасная подача вратарь забрал мяч руки хорошо хантер шикарно в подкате действует хантер здорово между двух подача на дальнюю штангу и снова снова ничего не получается хантер удар издалека мяч не лег как следует на ногу но нужно пробовать ребята ударов то нет у нас еще одна замена здорово хантер момент удар будет угловой да выкатиться выкатиться хорошо здорово и вот сейчас налево есть свободная зона алисандринии он забрасывает на дальнюю штангу но там партнер не поспевает как аут в нашу пользу остается совсем немножко времени ребята алекс хантер разворачивается хантер бьет мяч летит выше но это было неплохо не пускают не пускают особо в штрафную и почему-то вот постоянно мяч у хантера именно под левой оказывается четыре минуты добавил главный арбитр вот сейчас опасная атака но смогли здесь отбиться ребята что нас и наши защитники здесь придумали ну и в итоге ничья 0-0 создать минимум два момента странно что наши удары вообще не считались моментами но оценку получили смотрим что дальше алекс хантер алекс perhaps not the win you were hoping for but a point gain nonetheless on your mls debut how are you feeling now that your first match is over yeah the result wasn't quite what we were hoping for but it's been fantastic to make my debut here the fans are amazing really made me feel welcome i just wish we could have gotten the three points thing is now to push on build on this result try and get ourselves into the playoffs thanks for taking the time today of course ну радует то что нас хотя бы здесь знаете интервью не засыпают как это было в эстхэме там стандартно три вопроса цена трансфера посмотрите как кстати говоря как взлетела и мы пробились в основной состав у нас рейтинг 76 уже очки характеристики 2 я думаю можно прокачать вот это здесь у нас что он избежать офсайдную ловушку но это явно не то что нам надо будем еще смотреть что еще можно прокачать вот здесь нужно два для физических данных для силы удара и для дальних ударов вот тут вот разгончик тоже надо будем в общем качаться ух ты алекс хантер перешел в нашу команду я был на матче в эстхэма все звезды в млс чикаго очередной игрок пал жертвой и забыт алекс хантер удачи в млс алекс хантер говорят пелемс футти дебютирует премьер лиги давно так не смеялся ничья для galaxy алекса хантера мне кажется galaxy ждет немного больше от алекса хантера на ничьих плей-офф не выйдешь я так рада твоему дебюту в galaxy алекс хантер первая игра прошла на ура алекс хантер вперед только вперед старик достойный первый матч в исполнении хантера с интересом буду следить за его игрой лос-анджелес galaxy знаете что ребят еще интересно то что многие в комментариях ребята не понимают что это сюжетная игра и они говорят вот переходи в ту команду вот в эту останься в эстхэме это не зависит от меня ребята здесь есть прописанный сюжет в котором так скажем хоть я и делаю какие-то выборы но чаще всего это сделано так скажем по умолчанию то есть от меня здесь не зависит что я хочу остаться в эстхэме и играть там 10 сезонов в нем это не та карьера поэтому то что я мог перейти в мадридский реал этот скажем так просто сюжетный поворот а не то что я там прям мечтал играть в реале как мне многие начали писать там чуть ли не с угрозами о том что я хотел перейти в реал нет это ребята не так у нас первая тренировка сегодня тренировка будет упорной давайте посмотрим что раз дальние штрафные и пенальти но хорошо дальний штрафной давайте вот туда навесим нам же нужно здесь забивать я так понимаю ну или просто хотя бы бить поворотом нормально так теперь можно будет сюда на ближнюю навесить есть партнер открытый и гол есть но сюда на ближнюю навешиваем не будем пока вот это вот борьба с защитниками нам в принципе это не надо нам нужно просто набирать очки ой хорошо вы здесь разыграли вот теперь можно навешивать центр потому что ранка уже набрали пенальти мы с вами тоже тренировали уже не один раз кстати говоря в этой части их еще не было так тут надо посильнее беда им как-то очень странно не работают еще сильнее так давайте просто катнем хорошо так он так странно ногой как-то замахивается давайте в этот угол попробуем ударить и вот опять почему ты пробил не верхом а на уровне коленки хотя вроде сила была нормальный алекс hunter уже чем-то здесь хвастается бассейн о какой вид туда да и Я не знал, что много путешествий есть в МЛС. Это страна огромная. Да, да, путешествий. Давай, чувак. Я видел видео на телевизору. А-листер. О, слушай, я буду тебя вернуться. Почему? Тьерри-Henri? О, ты серьезно? Я вернулся, да? Все, все, все. Все, все. Йо, Алекс. Да, как дела, чувак? Как дела? Да, хорошо, просто... chillin' Алекс Хантер в составе. Так и должно быть. Давай выиграем сегодня этот матч, Хантер. Я только что купил сыну билеты на весь остаток сезона. Так, ну и здесь уже мы все с вами смотрели. У нас следующая игра. И, ребят, поехали. Сегодня мы уже выходим играть на острие. И посмотрите, ни у кого нету стрелочек вниз. Значит, мне кажется, игра должна быть более жаркой. У нас сейчас, кстати говоря, с Galaxy, ну, примерно та же ситуация, что была с Вестхэмом. Так что нужно, ребята, стараться. У нас не самая, так скажем, серьезная команда по звездам. Я имею в виду по количеству звезд самой нашей команды. У нас их всего три. И, как мы видим, далековато. Далековато мы от лидирующих позиций. Но нам, как я понимаю, нужно попасть хотя бы на стыки. Здесь там немножко какая-то другая схема в МЛС. Там две турнирные таблицы. Они как-то встречаются между собой. В общем, давайте. Давайте начинать. Мы на острие. Уже не в центре поля. И будем надеяться, что партнеры сегодня нам помогут. Хантер сразу же здорово. Раскачивает соперника. Не получилось, но мяч сохранили. Ну и посмотрите, как все перекрыто. Удар ближний. Хорошая попытка. Я уже знаю, с кем мы будем сыгрываться, ребята. Этот парень заряжен. Заряжен на игру в атаку. На взятие ворот и забитие голов. Хантер здорово. Вот здесь отлично сыграл в перехвате. Александрини. Пас на Хантера. Удар, поворотовый гол. Вот и дебютный гол Алекса Хантера, ребята. 1-0. Наконец-таки Хантер забил. Давненько этого не было. И здесь я боялся, что мы не поспеем к этой передаче. Но Александрини вырезал очень здорово. Мы обогнули защитника. Не вколотили мяч в дальний угол. Потерялся, потерялся защитник. Тяжело ему было пятиться. Ну а Хантер с левой забивает. Десятая минута. 1-0. Не будем сильно расслабляться, потому что 1-0. Скользкий результат. Да и соперник сегодня непросто. Они сразу пошли в атаку. Опасно. Удар есть ближний, но... Здесь все спокойно. А вот здесь уже Хантер передачу вырезает. И вынужден защитник вот так вот на двой сыграть. Ну же. Момент. Удар. Вратарь спасает. Это было опасно. Хантер здорово. Выгрызает мяч. Выкатывает. Ну же. Вот это, ребята. Командная игра. И голевая передача. Алекса Хантера. Зарде забивает гол. 2-0. Уже становится покомфортней. А мы наигрывали вот часто в Вестхэме такие темы, когда соперник начинает разыгрывать штрафной на своей половине поля. И Хантер именно вступает в борьбу. И либо пытается пробить сам, либо находит партнера. Мы уже так забивали. И забиваем в Гэлакси. Здорово. И вот сюда. Обратно на Хантера. Хантер. Момент. Удар. Вратарь вытаскивает. Не скажу, что было у нашей команды много моментов. Но мы забили 2 мяча. Соперник тоже пытался что-то придумать. Но пока остроты у наших ворот не создал. Посмотрим, что получится уже во втором тайме. Еще момент. Зардас чуть-чуть пожадничал. Передача за спину на Хантера. Хантер. Не получилось у него зацепиться за мяч. Зато здесь здорово. Хантер. Что творит? А дальше пас не прошел. Как он и выиграл защитника, ребята. Подача в штрафную. Отбились. Хорошо. Забрасывали. Еще одна подача в нашу штрафную. Снова отбились. Получаем новые указания от тренера. Но здесь, в принципе, делать нужно все так же, как и делали. У нас штрафной. 67-я минута. Дэмпси у мяча. Родригес. Разбежался. Удар. Ну, нет. Даже Хантер. Своим дебютным ударом в МЛС и то пробил створ ворот. А вот это ошибка. Подарили мяч сопернику. Прострел. Удары 2-1. Вот что бывает, когда ты даришь мяч нападению соперника. Классный прострел. И хороший гол ближний. Неплакая передача за спину. Хантер простреливает тоже. Хороший пас на Хантера. Хантер катит дальше. Ну же, забить. Просто в упор расстреляли. 3-1, ребята. 3-1. Ну вот тут молодцы. Просто уверенно, красиво. Ну и Хантер, мне кажется, помог развить эту атаку. Вот этот хороший перевод был. Здесь нашли партнера. Он ворвался в штрафную и выкатил. Хорошо, что здесь попали хотя бы от штанги. Мяч залетел в ворота. Джермен Джонс забивает третий гол нашей команды. Ну и близка, как я понимаю, концовка, да? 10 минут еще есть. Еще одна подача в штрафную. Еще один удар. Вот раз за разом дают подать, прострелить. И это вызывает опасность у наших ворот. Это последний угловой. Здесь уже даже голкипер соперника пришел в штрафную. Пошла подача. Вратарь играет кулаками. Гол, голевая передача. Сегодня Хантер молодец. 9-2 оценка. Мы провели на поле 96 минут. Получили небольшие бонусы. Как за гол, так и за выход в старте. И наш заработок чуть увеличился. И трансферная стоимость тоже. Привет, Алекс Хантер. У меня умный телефон. И я буду следить на нем за твоими успехами. Твой дед. Эй, Алекс Хантер, куда пропал? Ты что-то давно не заглядываешь в наш бар за соком? Мой двоюродный брат играет в группе в Лос-Анджелесе. Говорит, с удовольствием покажет нам пару приемчиков. Алекс Хантер, хороший гол. Очередная победа. Алекса Хантера и LA Galaxy. LA Galaxy берет очень важные 3 очка. Алекс Хантер провел прекрасный матч. Все налаживается. Будем надеяться. Давайте посмотрим, что у нас в персонализации. В гардеробе что-то новенькое. Новая кофта с длинным рукавом. Новые штаны. Как я понимаю, да? И также у нас что-то в новой форме. Ну, новые бутсы. Так, чисто черные немезисы. Ну и что-то еще. Скорее всего, там серенькие такие высокие были. Смотрим, что дальше. Новые тренировки. Выходы один на один. Нам нужно просто отнять мяч. Ну, в подкате Алекс Хантер еще в Эстхэме научился это делать. Джованни Дос Сантос ушел. Ну, ранка есть. Теперь выходы два в одного. Ну, а точнее, один в двух. Молодец, Хантер. Здорово. Здесь как-то даже легче, чем в Эстхэме. В Эстхэме, помните, там надо было прям до самого конца. Да, делать отборы в первом сезоне. Мы там с Харри Кейном пытались играться. Но, в итоге, потренировались на ранка. Хорошо. Алекс Хантер стал стабильнее играть. Теперь он может сосредоточиться на обретении той игры, за которую мы его любим. И это здорово. В МЛС соперничество гораздо сильнее, чем думают английские игроки. Большие расстояния, разница в температурах и высоте способны выбить из колеи кого угодно. Сможет ли Алекс Хантер адаптироваться? Это Алекс Хантер. Когда домой-то? Ну, пока, пока мы домой не собираемся. Пока все только начинается. И у нас Нью-Йорк Сити. Наш следующий соперник. Погнали. Мы попали в шестерку. Вот этих вот переходных матчей, вроде как, или стыковых. Не знаю, как у них там это происходит. Но нужно повыше быть, ребята. Шестое место это самый предел. Но там разница не очень большая. Так что сейчас против Нью-Йорка нужно выигрывать. Получится ли это сделать? Соперник-то не так прост. Надо играть там, где посвободней. Зарда, с передачи на Хантера. Хантер. Ну же. Вот так вот, ребята, Алекс Хантер показывает себя во втором матче МЛС. Ну, здесь Зарда сделал шикарную передачу. И куча свободного места. Качнули защитника. И хлестко бахнули по воротам. Второй гол Хантера. Одиннадцатая минута. Вот так, ребята, выходы в старте в МЛС. И снова Хантер. Здорово. И снова Алекс Хантер. Штрафной удар. Штанга. Классный перевод на Александрине. И можно навешивать на Хантера. Подача. Хантер летел на мяч. И Зарда тоже. Но его он перелетел. До нас он не долетел. И вот сразу, заметьте, забитый гол. Очень сильно поменял игру сразу же в нашу пользу. В начале матча Нью-Йорк давил здорово. А сейчас опасно. Нет ли офсайда? Офсайд был. Но и вратарь молодец. Тридцать седьмая минута. Опасная. Атака на наши ворота. Но здесь снова справляются защитники. Хорошо. Концовочка первого тайма. Передача в центр. Штрафной удар не получается. Заброс штрафной. Удар по воротам есть ближний. Не попадает партнер. Снова примерно та же ситуация, что и в прошлой встрече. Мы забили гол. У нас было чуть больше моментов. Но стоит отдать должное сопернику. Они тоже неплохо атакуют. Передача на Хантера. Хантер. Удар в дальний. Ух, какой момент. Алекс Хантер. Какая передача. Алисандрини. Выход один на один. Гол. Вот это красотища, ребята. И пас. И завершение. Просто изумительные. Алисандрини тоже мастер. В одной из карьер у меня на канале. В какой-то из частей ФИФы. Мы играли как раз таки с Ибрагимовичем. С Алисандрини. Там была карьера игрока. И мы начинали ее в МЛС. Кому интересно, посмотрите в плейлистах. По-моему, 18 или 19 года. Но это было действительно тоже очень зрелищно. Зарда с поля покидает. И Дос Сантос появляется на поле. И снова Хантер. Снова Алисандрини. Хантер. Удар. И защитник спасает. Там уже был пустой угол. Вратарь был отыгран. Хантер получает указание. Но мне кажется, здесь нужно просто продолжать давить. Хантер в МЛС пока в своей тарелке. Подача. Не продавили. Забить. Штанга. Хантер. Вот и второй, ребята. Тут как тут. Алекс. Хантер. Делает дубль. Ну, кто ждал голов от Хантера? Посмотрите, как мы подсуетились на этом отскоке. Опередили защитника. Ну, и мог сделать дубль Алисандрини. А в итоге дубль сделал Хантер. И трибуны скандируют. Хантер. Хантер. А ведь только 62-я минута. Опасно. Залетает соперник в штрафную. Подача. Удар. Никакого пенальти. Никакого пенальти. Но кто-то лежит из парней. И снова правым флангом полетели футболисты Нью-Йорк-Сити в атаку. И пенальти. Пенальти Эшли Колл сбивает штрафной. Желтый, конечно, не будет. Но немножко добавили нервов футболисты нашей команды в конце матча. Необязательный пенальти Эшли Колл тут. Ну, я бы и не сказал, что он как-то грубо нарушил правила. Вроде чего-то такого смертельного не было. Давит Вилья. Разбег. Удар. Вилья попадает в каркас ворот. Вот сегодня точно не день Нью-Йорк-Сити. Еще раньше. Хантер. Джованни Дос Сантос побежал на ворота. Давай, давай, забей. Он тоже не попадает. Но вот не только Хантер, ребята. Выход один на один может не реализовать. Джованни Дос Сантос. Ждет передачу от Хантера. Хантер. Уже залетел в штрафную. И вот здесь уже просто сил не хватало. Но Хантер продолжает борьбу. Забить. Мы додавили. Мы додавили этих парней. Хантер на последнем издыхании вступил в борьбу. Не стал здесь уже мешать просить передачу. Чтобы не было никакого офсайда. И Джованни Дос Сантос на 83-й забивает четвертый гол. Но мы реализовываем сегодня свои моменты. А у соперника даже пенальти оказываются неудачи. И сразу передача на Хантера. Борьба Алисандрини. Удар. Ну же, забить. Не попадает Дос Сантос. А пропусти чуть дальше. Ну же, забей. Ребята, это разнос. Это просто Жога Бонита сегодня на футбольном поле. Алекс Хантер сделал этот матч. А Дос Сантос сделал дубль, выйдя на замену. Развалился Нью-Йорк-Сити. Это просто пушка. Посмотрите, как Хантер сегодня отыграл. Как он здесь тонко прочувствовал забегание партнера. Но и Дос Сантос исполнил шикарно. Ближний и нижний угол с щечкой. С подкруточкой. 90-я минута. 5-0. И Хантер просто сегодня выдает какую-то сумасшедшую игру. Полный набор результативных действий форварда в исполнении Алекса Хантера сегодня. Клубу Гэлакси была нужна эта победа. Алекс Хантер результат сделал. Но остался ли у него порох-пороховница? Очень на это надеюсь. Америка обожает победителей. И вот почему американцы так любят Алекса Хантера. Прирожденный победитель. У нас, ребята, есть новая персонализация. H5. Или в гардеробе. Давайте посмотрим, что тут есть. Так, окей. Новые штанцы. Новые кроссовки. Я бы футболку выбрал другую. Можно? Вот в этой. Я бы хотел походить или давайте. Вот модником побудем. Вот такой с черепком. Так. И новые бутсы. Я так понимаю, да? Смотрим, что тут у нас появилось. Вот такие вот, да? Ну, пока у нас красные. Это, можно сказать, счастливые бутсы. Не будем их менять. У нас также появилось 4 очка характеристик. Мы, конечно же, берем разгон. И будем, наверное, качать еще навык для физической силы. Смотрим. Так. Так, Hunter. Ваш время здесь. Так far, это было впечатляемо. Я должен сказать, что у меня были мои ошибки. Молодец как ты. Новый странный, большие ожидания. Много еще игроков. Многие игроки здесь пришли и failed. Для меня, они не хотят успеха в МЛС. Но ты... Ты же разница. Уже ты дадёшься над этим клубом hope чтобы достигнуть в МЛС. Это почему я здесь. Для быть, чтобы быть разница. Ты же противник. Я могу обмануть это. Я бы хотел бы у тебя, когда я был игрок. Как вы имеете в виду? Вы играли в Мексика в World Cup? Да, когда я был 34. Мой первый турнир. Вы знаете это? В моих 20-х годах, когда я думаю о выборах, в этом игре молодые молодцы, они слишком много, слишком скоро. Это почему они не забыли на мечтах, и почему они уничтожили. Ничего, ничего, чтобы показать, но не regret. Эта карьера, которую мы выберем для себя, мы должны остаться виновными, потому что один день мы вернемся. И это все будет за нами, Алекс. Мы, ребята, сегодня себя неплохо показали. Первые победы, первые голы в МЛС, я надеюсь, выпуск вам понравился. Поддержите его лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.